Хотел бы обсудить важную новость для повышения международного авторитета нашей страны и для союзных отношений с Россией. Президент помиловал гражданина Германии Рика Кригера, а после его включили в группу для освобождения из западных тюрем и обмена на российских граждан. Рика Кригер был осужден белорусским судом за совершение на нашей территории особо тяжких преступлений, среди которых совершение акта терроризма. Вина его была доказана, и мы все прекрасно понимаем, что за террор нужно наказывать по максимуму. Тем более, что западные стратеги, исчерпав все иные методы воздействия на нашу страну и якобы мирные протесты и санкции, перешли уже к военно-террористическим методам, самым опасным для нас. И поэтому особенно важно выявлять, задерживать и наказывать всех, кто может быть причастен к подобной деятельности. Но в данном случае государство и власть в лице президента показали не только свой грозный, но и милосердный облик. Почему? Потому что наша цель состоит не только в отмщении за злодеяние, но и в том, чтобы разрушить и свести на нет козни противника. Глава государства собрал по этому поводу специальное совещание, куда пригласил не только руководителей силовых структур, но и адвоката осужденного и журналистку Людмилу Гладкую, освещавшую судебный процесс, чтобы выслушать их мнение и принять окончательное решение. И это еще раз говорит о том, что решение принималось взвешенно с учетом разных позиций. На Западе все время толдычат о том, что у нас тут жуткий режим, якобы не уважающий права человека, хотя они сами у себя давно перестали их уважать. И актом помилования мы показываем, что думаем дальше и больше о судьбах своих людей, которые оказались в застенках западного мира. Мы показываем, что являемся благоразумным рациональным субъектом, а не чьей-то марионеткой, и исходим из своих национальных интересов, которые выражаются и защищаются всенародно избранной властью, имеющей данное народом, а не олигархическими группировками право и наказывать, и помиловать. Мы знаем, что вместе с Кригером произошел обмен на 10 граждан России. Что об этом нашего президента просило высшее политическое руководство России. И нам благодарны за помощь и поддержку в этом вопросе. Ребят повытаскивали, вы видели. Ну мы подключились, нас попросили, мы подключились к этому. Помогли, чем могли. Людей освободили, которым на Западе там пожизненное заключение. Правда на этом кто-то авторитет свой, типа президента США набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Никакого. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали. Но договорились, что тихо будем делать. Начали орать на весь мир. Это делается тихо, это жизни людей. Или у нас этого немца. А если бы он рванул вот там вот, не дай бог, где-то и погибли бы люди. Это хорошо, что так обошлось. Поэтому мы так, как одна наша журналист, Люда Гладко, по-моему, сказала, мы мудро будем поступать так, как выгодно для людей. Потому что для нас, офицеры специальных служб Российской Федерации, да и просто россияне, волею судьбы оказавшиеся в заложниках по ту сторону железного занавеса, это свои люди. И мы в очередной раз убедились в том, что наш союз с Россией реален и эффективен. Понятно, что этот обмен состоялся потому, что он сейчас выгоден руководству Соединенных Штатов, которая надавила на нескольких своих сателлитов, чтобы те освободили россиян. Кстати, тут тоже отличие нас от них. Руководство России и Беларуси договаривается совершенно по-другому. Но взаимоуважительно и на равных. В этом суть нашего союза, союзного государства. А американцам нужно было вызволить своих граждан и агентов именно накануне президентских выборов, чтобы текущая администрация могла записать это на свой счет и заработать дополнительные очки выборной гонки. Для них это сиюминутная выгода и торг ради борьбы за власть. Конечно, этой ситуацией нам нужно было воспользоваться, потому что не факт, что она повторится в такой форме снова. И поэтому нужно было действовать слаженно и оперативно. И вряд ли мы можем полагать, что это некий признак наметившейся разрядки. Скорее наоборот. Это признак реальной новой холодной войны. И она может продолжаться еще долго. И в этой ситуации нам нужно рассчитывать только на свое государство, которое может эффективно нейтрализовывать все враждебные действия против нас, ловить преступников, не позволять им наносить нашей стране и нашим людям значительного ущерба. И, конечно же, крепить союзные отношения с Россией. Вместе мы можем и защищаться, и развиваться, вопреки всем недругам. Субтитры создавал DimaTorzok